На улице плюс 9, в квартирах немногим больше. Когда наступает настоящий мороз, ситуация меняется не сильно. С такой проблемой борются жители не старого, в общем-то, дома, одной из башен компании Мортон на Пролетарском проспекте. Всю зиму живут с обогревателем, утверждают они. Даже цветы в подъезде замерзли. Адрес Пролетарский 4, корпус 1, стал первым в рамках выездного совещания администрации по проблемам ЖКХ. Вот оно, ручное управление в действии, говорят представители инициативной группы, которые много лет не находят понимания ни у бывшей управляющей компании «Регионстрой», ни у нынешней ДЭС ЖКХ. Похоже, ручное управление требуется и индивидуальному тепловому пункту на этом доме. Представители УК поясняют, что он работает от температуры наружного воздуха. Стоит датчик, автоматика регулирует температуру теплоносителя. Но работает все это как-то странно. Комиссия зашла в квартиры, да, параметры отопления ниже норматива. Когда осмотрели инженерное оборудование в подвале, возникло подозрение, что виноваты могут быть и сами жильцы. Система рассчитана на нормативное потребление, а оно, возможно, возросло. Кто-то нарастил батареи, кто-то провел отопление на балкон. Управляющей компании даны поручения контролировать работу автоматики и поработать с жильцами дома. В течение месяца надо обойти все квартиры, проверить, нет ли дополнительных отопительных приборов. А если дополнительные отопительные приборы, то надо, соответственно, посчитать, сколько их. Теплообменник поменять. Увеличить здесь количество пластин в теплообменнике и, соответственно, нормализовать температурный режим. Жители башни показали еще одну проблему, которая гостей изрядно озадачила. Кирпичи на глазах выпадают из стен некогда элитного, то есть недешевого дома, которому всего 10 лет. Претензии к строителям, уважаемой компанией Мортон. В любом случае, сейчас сделаем экспертизу, пойдем в суд. Думаю, судебят будет. Далее комиссия отправилась в микрорайон Заречный, проверить, как идет ремонт мест общего пользования в муниципальных общежитиях в домах 12А и Б на улице Полевой. Год назад Алексей Валов обещал жильцам отремонтировать кухни, душевые и санузлы. Деньги были выделены из бюджета городского поселения Щелково. Подрядчик определен по конкурсу. Руководителю администрации не понравилось, что строительный мусор сбрасывают прямо на землю у подъезда. Для этих целей должен быть специальный бункер. К тому же и срок окончания работы, 25 декабря, выдержан не будет. Работу Алексей Валов оценил неудовлетворительно. Давненько не заезжали гости из администрации на межрайонные очистные сооружения, после того, как проблема зловонного запаха была успешно решена. За этот год предприятие сменило статус, став структурным подразделением Щелковского водоканала. Однако с контроля его работу никто не снимал. Этим утром единая дежурная диспетчерская служба получила доклад, что был сброс неизвестного вещества в канализацию, что вызвало неприятный запах. Алексей Валов обошел второй производственный комплекс очистных. Ничего подозрительного не увидел. Проверил, что штатно работает, проблем нет. Ангар построили, система вентиляции и фильтрации тоже работает. А что за сброс тогда? Сброс с Королева. Перехватили на Соколовке, на КНС, почувствовали запах, сразу звонили сюда и здесь отсекли.